приветствую друзья я в своем любимом морщине как видно вон по тетеньке я ее называю полу венера ну то и двух рук не было в этой одной мой любимый мармуровый который год уже вот ну скажу вам место моей силы просто оживаю здесь так мало того я еще и забрел здесь кофе поморщинский случайным образом я пью здесь кофе просто в чашке вот это называется запары на кава во львове то есть две-три ложки залил горячей водой все раньше в моке готовила сейчас вот просто так мне спокойно удобно и вот в этот раз я сделал сюжет который называется как кофе помог мне сбросить 21 килограмм ну на самом деле уже больше первое второе не в этом суть а суть в том что я изменил режим жизни вообще категорически и вот этот сюжет мне кажется может кому-то дать интересные советы очень так внутренне чувствую вот ну и конечно не только в кофе суть я думаю что кофе владелец тоже мозги включил вот но тем не менее кофе сыграл важнейшего единственное что я пью его нам не пенки ничего естественно нет я периодически думаю мне бы молочка взбитого вот ну и как-то не получалось да надо сказать что меня тут один местный предприниматель морщинский все время фалует ну давай вот кофейню сделаем вот давай вот как мне вот кофейню дай совет как открыть кофейню советую не открывай кофейню сейчас мой любимый совет вот но ну открывай говорю если только у тебя есть какая-то идея конкретно или там придумай какой-то особый кофе например каву по-морщински он говорит а как это не знаю придумай как-нибудь ты же знаешь понятно что с водой банально бадаем вода и так на 98 процентов кофе есть хотя морщинская конечно блин вкуснейшая просто это супер вода вот ну и вот как бы размышляли с ним как 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 сделать это можно придумать я уверен сегодня захожу в бювет там где пьется водичка там наливают чай и там всякие фито и так далее слышу кто-то говорит не с пенкой я бам растут о пенка она оказалась встреч идет о том что знают все курортники так называемая кислородная пенка и вот у меня появилась мысль что можно попробовать сфантазировать здесь и сегодня решил вместе с вами устроить такое маркетинговое испытание новой идеи давайте побалуемся ну и смотрите вот у нас в нашем армуровом санатории добрый день есть бювет да здесь пьют водичку и вот тут девчата готовят не только водичку готовят еще чай я пару слов расскажу симпатичные такие у нас тут вот смотрите это называется фито чай это делается обычно мы во всех санаториях вы это знаете здесь есть то есть они не только чай и делаем а есть такой аппаратик который называется я не знаю как он называется но готовит он кислородную пенку ну кто бывал на курортах знает это да это все время стандартная такая вещь на самом деле гениальное изобретение я считаю даже круче сладкой ваты круче наверное только воздух продавать ну представьте просто пенку люди продают но суть ее следующая она насыщена кислородом и это хорошо для организма по целому ряду момент хорошо при бессоннице для памяти для кожи очень важно при депрессии головной боли плохом иммунитете ну короче от всего как здесь написано но если серьезно то у всех этих таких разных болезней принципе есть один корень все вышеперечисленные проблемы со здоровьем имеют место быть от того что вашему организму не хватает кислорода такое явление называется гипоксии или кислородное голодание и вот чтобы улучшить самочувствие и внешний вид иногда а также для увеличения работоспособности рекомендуется периодически проводить вот эту процедуру оксигенации ну или говоря простым языком насыщать организм кислородом вот в этом и помогают кислородные пенки их кстати еще называть кислородные коктейли вкус таких кислородных коктейлей зависит от компонентов его основы естественно сам кислород вкуса или запаха ними хотя повторюсь считается что он обладает тонизирующими свойствами ч один из основных моментов вот который я лично слышал про кислородную пенку это что он способствует устранению так называемого синдрома хроническая усталость ну что идем делать кофе даже не идем а бежим шевелим поршнями потому что пенка падает вот моей любимой кафешечки лиля доброго дня красуню вот лидочка сделает нам кофеек давайте ристретто зроби мне я заказал ристретто они эспрессу потому что ну пенка у нас же быстро уйдет и кофе на самом деле надо поменьше или нас здесь радует видите вывесочка кофе надо поменьше просто чтоб чувствовалось чувствовалось напитки вернее в меньшем количестве напитка растворялась я кстати вы эту кофейню знаете заочно помните несколько раз делал репортажи вот про эту замечательную турку как красивая она помните я показывал вам это она здесь стоит шикарная такая ручная работа и вот этот кофейничек помните французский тоже я снимал ой осторожно то наполеон меня не простит но у нас сейчас другие задачи поэтому мы с вами берем наш кофеек и делаем рецепт кавы поморщинский кофе поморщинский дякую ты же кстати говоря кислородные пенки появились в советском союзе именно в украине я читал что это было там 1963 по моему году вот хотя тогда просто вкачивали в человека там по два литра кислорода уже потом стали делать в виде пенки кислород на самом деле очень хорошо усваивается вот за счет разницы в концентрации ну что в медицинском кислороде 99 процентов кислорода а в крови там 16 или 18 процентов поэтому усваивание проходит очень быстро так вот в состав кислородного коктейля входит кислород и какая-то вкусовая жидкая основа в нашем случае здесь вот идет яблочный сок и они добавляют сюда еще лесной бальзам то есть какая-то смесь трав и корень солодки они говорят что он от кашля но вообще у меня мама была в заведующей аптекой лекарственных трав я вот с детства помню вот корень солодки она часто это говорила что это очень хорошее лекарство против целого ряда заболеваний ну чаще всего говорят что от кашля вообще я читал что вот эта солодка почему ее называют корнями и корни проникают там на 8 или на 10 метров глубину вот в землю просто они ищут грунтовые воды и настолько вот такой силой обладают и китае говорят я не знаю но в китае говорят что солодка там чуть ли не с джиншенем приравнивается вообще в восточной медицине она якобы ценится как общее укрепляющее противовоспалительное но и всегда ее включают практически во все кремы для вот этих антивозрастных программ да то есть для омолаживания для кожи хорошо поэтому я и говорил что и выглядеть от этого тоже можно лучше кто бывал на курортах знаю что кислородная пенка издавна была здесь таким базовым продуктом так что приучать к новому напитку и тратится на его позиционирование нам с кофе поморшинский не придется в общем я подумал что эти две вещи можно объединить вот представьте себе кислородный кофе бодрит и молодец ну что один момент ребята все хорошо было но я посмотрел на этот стаканчик мне показалось сначала что когда я делаю вот кофе доливаю в прозрачный стаканчик вот он прозрачный был мне показалось это будет красиво в стаканчик котором была кислородная пенка ну как то так простенько это выглядит я рисую что надо быть более профессиональными более красивыми и маркетинговыми поэтому мы сейчас то же самое повторим с вами но сделаем это немножко по-другому мы сделаем сначала в обычную хорошую красивую чашку сделаем кофе а потом я быстро мотнусь и мы добавим туда кислородную пенку вот так вот так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, давайте же пару слов подведу итог по вкусу. Неожиданный получился итог, честно вам скажу. Я думал, что не будет ничего чувствоваться. Ну, пенка растворилась и все. Сок, основа, то есть не чувствуется. Кофе сильнее. Не чувствуется. Я вам скажу, за счет чего. За счет вот этих трав лесного, вот этого, то, что они добавили, шикарно просто зашло. Знаете, на что похоже получилось? Вот эти травяные бальзамы, вот уникум, да, есть венгерский, потом ягермайстер. Ну, они алкогольные, а здесь как бы не алкогольные, но травяной такой вкус, очень приятный, очень такой лечебный немножко. Мне понравилось, честно говоря. Как раз вот для общей идеи оздоровительной. Идет за милую душу. Вот. Ну, в целом, конечно же, больше маркетинга в этом напитке. Естественно, как вот, знаете, этот со сладкой ватой делают ее. Плюхают сверху, там она тает красиво, но на самом деле особо она, может быть, ничего не дает. Но здесь хотя бы остаются травы, очень приятно. Ну, я вам хочу сказать одну вещь. Вот у меня есть итальянец, неаполитанец знакомый, да, который является автором двух самых известных неаполитанских напитков. Там у них такой стропоцато называют, по краям чашечки размазывает эспрессо, так смотрится ужасненько. Но, тем не менее, это известный напиток очень неаполит. Он его лет 20 назад придумал, говорит, я баловался. И в результате это осталось напитком. Почему нет? Вдруг этот напиток когда-нибудь станет моршинским, потому что вяжется все. Я, ну, не хватало заголовка, естественно, для маркетинговой идеи. Я думаю, что взять такое? Там супер моршин, чтобы по-английски звучало, моршин, больше чего-то, шин, это по-английски там, ну, глянец, да, как бы, как звучит как-то так. Есть, правда, короткая шин, это голень, чтобы не перепутать. Да не, думаю, что я выкручиваю, вымучиваю, какой шин, какой, это не глянец, а типа налет такой, знаете. Думаю, что сделать? Потом, бах, слушайте. По-украински, по-нашему, кислородная пинка будет киснева пинка, потому что кислород будет кисень. Ну, так вот у нас. И слово кисень мне напомнило кисень, то есть целовать. Вот кто не знает, для англичан и для американцев англоязычных существует такая фишечка, когда их хотят научить по-русски говорить «я люблю вас», им говорят «скажи по-английски желто-голубой автобус». То есть желтый – yellow, голубой – blue, а автобус – bus. И они говорят «yellow blue bus». И это, как бы, если они быстро произносят, звучит как «я люблю вас». «Yellow blue bus». Ну, таким вот голосочком. Вот, я думаю, что нет, кисень кофе. То есть кислородный кофе, но на самом деле кисень кофе, да, целующийся кофе. Ладно, надо, наверное, останавливать этот поток сознания. За 15 минут нагородил я, конечно, столько всего. Спасибо, что выслушали это все. Но очень сильно надеюсь, что когда-нибудь это станет и здесь напитком, или что-то похожее, или, во всяком случае, будет какая-то, ну, кава по-моршински или кофе по-моршински. Вот. Вам, ребята, всегда вкусного кофейку с кислородной пенкой, без кислородной пенки. Приезжайте в Моршин. Может, как раз, пока вы потянетесь, нам здесь избацают такой напиток. Кофе с кислородной пенкой или кислородный кофе. Кофе, который бодрит и молодит. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ